Лето стремительно набирает обороты. Вот и пролетели три недели еще одной смены в детском оздоровительном лагере Осетр, отмечающем в этом году свое 45-летие. И в третьей смене еще 150 человек из Москвы и Московской области смогут с пользой для здоровья провести каникулы, отдохнуть на природе, побывать на экскурсиях, получив множество ярких впечатлений. За это время они успеют найти новых друзей, принять участие в творческих программах, конкурсах, спортивных мероприятиях, задать свои 100 вопросов взрослым и получить на них ответы. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. Я в этом сезоне третий раз уже здесь. Первый раз это когда было 45 лет лагерю, второй раз когда было 100 вопросов лидеру и сегодня третий раз. Хочу начать с того, что в прошлый раз вы задавали такие вопросы, на которые я не смог ответить. Я вам обещал, что приеду на закрытие и отвечу на ваши вопросы. Они у вас тогда были, когда приехали со всеми депутатами, то родители здесь стоят, да, и ваши дети задавали такие вопросы, что мы взрослые не смогли на них ответить. Мы довольно серьезные были, что даже и мы не могли отвечать на это. Значит, первый вопрос, на который я не смог ответить. Лицей номер 5, кто задавал, не знаю. Будет ли ремонт первого этажа? Отвечаю, что ремонт лицея номер 5 первого этажа запланирован на 20-й год. На следующий год будет полностью ремонт первого этажа. Второй вопрос. Будет ли у нас в Зарайске строится новая школа? Тоже не смог ответить сразу. Сегодня могу сказать, что во втором микрорайоне, кто знает город, у нас практически уже выделена и оформлена земля для строительства новой школы. Я думаю, что в 21-м году мы приступим к строительству новой, современной, с бассейнами, с спортзалами, новой школы на 800 мест. Это будет у нас. Третий вопрос, который был. Будет ли у нас в двух корпусах, это корпус номер 2 и, наверное, корпус номер 3, будет ли у нас отопление? Родители, вы чувствуете, какие дети задавали вопросы? Тоже не смог сразу ответить. Сегодня я вам говорю, что у нас запланирована реконструкция котельной в этом лагере. И как только будет реконструкция котельной, я думаю, что в следующий сезон этих два корпуса уже войдут с отоплением, потому что после каждой зимы, после каждой сервисе нам приходится весной их по новой ремонтировать. Нам дешевле будет поменять котельную и сделать отопление, чем ремонтировать каждый год эти корпуса. Так что корпуса тоже будут на следующий год, надеемся, с отоплением. Это на этих три вопроса, которые я не смог ответить вам. Теперь сегодня попытаюсь ответить еще те вопросы родителям, которые сегодня задают в соцсетях и в магазинах, на улице и везде. Вы знаете, кто из Зарайска, что у нас идет большая реконструкция улицы Красноармейской, улицы Площади Революции. Вы видели, что там была брусчатка, которая была аккуратно упакована, аккуратно сложена. И кто обратил внимание, она вся передворотана здесь. Как только третья смена уедет, вот эта дорога и все дорожки, которые есть внутри, это будет выложено с этой брусчаткой. Так что в следующий год дети, которые придут сюда, уже будут ходить не по этому асфальту с янками, а будут ходить по нормальной каменной дорожке. Я хочу пожелать, чтобы вы к нам приехали еще раз, чтобы вы попали в хорошую погоду, то, когда можно будет и повеселиться, и на улице побегать, и поиграть. Хочу, чтобы вы приехали домой и рассказали, какой у нас город, если вы были. Что какие у нас, какой у нас прекрасный лагерь. У нас лагерь один из лучших в Московской области. Один из немногих в Московской области, те, которые сегодня остались лагерями, и те, тот, который сегодня с каждым годом, он даже не становится хуже, а с каждым годом он становится лучше и лучше. И мы, как администрация, обещаем, что мы будем делать все для того, чтобы у нас лагерь стал лучшим в области. Всем вам хорошего настроения. Спасибо всем родителям, которые отпустили детей своих, не побоялись этой погоды и не забрали в эту погоду. Спасибо очень большое руководителю лагеря и всей вашей команде. Потому что мы, хоть у вас каждый день не бываем, но мы за вами наблюдаем. Есть соц. вопросы детей. Так аккуратно, через родителей, нравится, не нравится. Я вам скажу, что практически ни родителей, ни детей нету тех, кто бы там где-то за кулисами вечером тихоря говорил, что какой у нас плохой лагерь, как у нас плохо, кормят, как плохо с нами здесь. Относятся, такого не было. Вам спасибо и вам всем хорошего настроения. Все на свете, мальчики, все на свете, девочки. Сказать, как я взросленье, вырасти быстрее. Все о них мечтают и их предпочтают. Быть повыше, расти, компанию, бросить в гостиках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok